Как не пропустил ничего полезного, чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно, и по домам возвещая Евгения и Элина покаяния перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы видим, что красноречивый святой апостол Павел, которому Бог чудесным образом явил себя, ходил, как мы с вами сегодня, из дома к дому, совсем смирно мудрим, и с многими слезами он предлагал людям добрую весть надежды. Это служение столь же важно, как сегодня проповедуется из-за кафедры. Бог говорит нам сегодня, идите вперед, исполните свой долг любой ценой, и трудности, которые кажутся непреодолимыми, и которые наполняют вашу душу страху, исчезнут, если вы пойдете вперед по пути послушания, смиренно веря в Господа. И достижение вечной жизни. Почему? Потому что достижение вечной жизни важнее всего для каждого из нас. Спасая кого-то, мы спасаем себя. Дорогие друзья, мы ответственные люди. Господь поручил нам самую великую работу, которую только можно осуществлять на это время. Поэтому Вседержитель призывает нас продолжать трудиться неустанно, делать то, что в наших силах. Поэтому, когда Божественный Голос вызывает, кого мне послать, каков ответ может быть? Или кто пойдет за нас? И что сказал Исайя? Господь, я пошли меня. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, дорогие книгоношки, помните, что каждую работу нужно делать с охоты, начинать, с уседом продолжать и с благодарением заканчивать. И тогда Господь будет прославлен в нашей с вами жизни и нашем служении. И когда Господь скоро придет, все вы услышите тот приятный голос, который скажет, хорошо, добрый и верный, рад. Ты был верен в Мам. Но я готов отдать тебе всю вечность, дабы благословить каждого из нас Господь. И в завершении вспоминаю такую, потому что все мы хотим домой, правда, мы хотим небесную очистку. И вспоминаю такую интересную историю. Как-то в одной болоте поселился Аист. И он жил себе там, очень хорошо себя чувствовал. Почему? Потому что болото было очень большое. А в болоте, как правило, почему там Аисты пытаются находить себе место там? Много лягушек там, да? И это для них и сытно, и приятно. И жил себе, ни о чем не думая, ни о чем не переживая. Как вдруг он заметил, как с неба спускается лебедь. Очень красивый лебедь. И он увидел, что за бугром этот лебедь куда-то спустился вниз. И он поднялся, вышел с этого болота, поднялся на бугорок. А там увидел внизу очень красивое чистое озеро. Этот Аист спустился туда, к этому озеру. И подошел ближе к этому лебедю и говорит, слушай, ты откуда прилетел? Ну и лебедь начал рассказывать, ой, я прилетел из чудесной страны. Там великолепные поля, луга с разными красивыми цветами. Там такие леса, чистые, такие высокоростные деревья. Там чистые озера с такими разноцветными рыбами. И она так описывает эту страну, что Аист аж слюни потекли. Да, слюни потекли. Говорит, слушай, а я могу с тобой туда полететь? А лебедь говорит, конечно, у тебя есть все возможное для этого. У тебя есть крылья, как у меня. Давай полетим. И Аист говорит, ну давай. И только они начали разгоняться, и вдруг Аист говорит, подожди, у меня один вопрос с тебе. Так, прислушай. Там болото есть. Скажи, пожалуйста, там болото есть? Ну и лебедь говорит, извини, но там болото нет. Так, друзья, мы ходим в ту небесно число. Там, где Павел говорит, не видел кого глаз, не слышал это ухо. И не пишут на сердце человека, что Господь приготовил для нас. И не минута.